Волшебная сказка Балет «Щелкончик» в постановке Юрия Григоровича дополнил топовый список репертуарной афишей Театра Астана-Опера. Балет «Щелкончик» 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 Я думаю, достойно даже это все получилось, восстановить в полном виде вот ту идею Сулико-Версаладзе, в каком она была представлена еще в Москве многие годы назад. Это и касается декораций, и костюмов, и света, и общего как бы сценографического действия. Девушки отдыхают. Это все так красиво сделано, все так сказочно. Очень много массовых сцен, очень много сольных, которые для наших артистов очень необходимы для роста, профессионального роста. Каждый артист на своем месте стремится принести в эту роль что-то свое, личное. И этим он будет интересен для зрителя, по-моему, прежде всего. И, конечно, для нас, как для руководителя этого театра, хотим, чтобы наша молодежь росла на этом. Потому что это чистейшая классика, на котором растет профессионализм трубки. Этот уровень очень высокий. И каждый артист мечтает работать с ним. И у нас, артистов Республики Казахстан, есть такая возможность на то, что мы очень благодарны и очень счастливы, что мы работаем на сегодняшний день с легендой мирового балета. Вы знаете, я уже, наверное, пятый спектакль или шестой участвую в постановке Юрия Николаевича Григоровича. Вообще моя карьера начиналась именно с его спектакля. В далеком 2007 году в театре имени Кляш-Баситов, где я раньше работал, шла премьера «Четной предосторожности», которую ставил также Юрий Николаевич Григорович, где мне удалось танцевать все-таки две премьеры. Затем в 2009 году он приезжал к нам с постановкой «Корсар» на музыку Адана. Также премьера прошла очень великолепно. Она проходила у нас во Дворце мира и Согласия в Пирамиде. Затем была постановка «Спящие красавицы» на музыку Чайковского, балет «Спартак», где мне удалось танцевать краса. И вот сейчас постановка «Шелкунчик». Почему так резко стартует? Я хочу сказать, там есть все. Там есть и поддержки, там есть и прыжки, там есть и мелкая техника, там есть все, можно сказать. Вот я просто не первый раз сталкиваюсь с постановкой Юрия Николаевича Григоровича, да. Вот он даже, он оставил «Спящую красавицу» в этом театре. И там тоже было очень сложно, потому что там тоже такая же голубая классика. У него не бывает все легко и просто. Даже если на чуточку опоздаешь или на чуточку, он сразу кричит в микрофон. Слушайте музыку, слушайте музыку, не столько, сколько техника, ему важна очень подача эмоционально и очень музыкально. Вот что он от нас требовал на этот раз. Пошла, поехала, поехала на дирижера, все, времени нет у нас. И потом не задерживаться на арабейском. И раз, пам-пам-пам, да-да, сра, не задерживаться, ясно, дальше. Понимаете, у него какая-то энергетика. Когда он сидит в зале и на тебя смотрит, ты чувствуешь его энергетику. И начинаешь от этого стараться, как-то все получаться начинается. И все-таки человек-легенда, и перед ним как бы полноги проходить стыдно. Поэтому работа с ним просто доставляет удовольствие. Потому что ты развиваешься, растешь. И как бы все-таки перед ним хочется показаться лучше. До приезда маэстро с труппой работали ассистенты Юрия Николаевича по переносу спектакля Оксана Цветницкая и Руслан Пронин. За рекордно короткие сроки они разучились как давалетом и солистами хореографическую партитуру спектакля. Конечно, мы получили тоже этот опыт и работу с ними. Они работали с нами так же, как и наши педагоги. Тресмеков, Дубайча, Галя Смолуна, конечно, им огромное спасибо. Потому что действительно, если бы, может быть, не они, а нас бы и тоже здесь не было. Я хочу сказать им вообще огромное спасибо, низкий поклон. Благодаря им мы так выросли и танцуем. Для молодого солиста театра Бахтияра Адамжана это вторая главная партия в балетах Григоровича. И для него сегодня не только премьерный спектакль, но и проба себя в новом амплуа лирического героя. Сейчас у меня волнений больше, если честно, чем было на «Спартаке». Потому что на «Спартаке» я был как-то более уверен, что ли. А сейчас это принц, утонченность, нежность. И это все показывает на сцене чистота, академизм, классика. Сейчас у меня, естественно, больше волнений. Я немного тоже настраиваюсь. Щелкунчик был поставлен Григоровичем на сцене Большого театра в 1966 году и значительно отличался от его первых балетов, пронизанных отрицанием быта и интересом фантастическому. В нем обозначились новые мотивы – поворот клирики, интерес к быту и отказ от прежней романтической категоричности. В первом акте балет воскрешал дух уютного домашнего праздника в семье медицинского советника Штальбаума. Среди гостей – кукольник Дроссельмейер, крестный детей Штальбаумов. Он принес свои подарки, как обычно, разных кукол-марионеток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А еще кукла-раскалыватель орехов – щелкунчик. Некрасивая и неуклюжая игрушка, но с улыбкой во весь рот. Вот такой смешной, все как-то к нему даже иронически относятся, а она бы любила ее. И вот тут начинается то, что называется сом, так сказать. Субтитры создавал DimaTorzok В детстве очень любил мультик «Шелкунчик», где оловянный солдатик постепенно превращается в принца, который спасает Машу и все-таки добро побеждает зло. И во все сказочное я верил в детстве, очень верил. И сейчас есть возможность это все воплотить в жизни, то есть на сцене нашего театра. Образ щелкунчика в балете тоже претерпевает изменения. Любовь девочки превращает уродца щелкунчика в прекрасного принца. Любовь девочки превращает уродца. По задумке вообще это был один и тот же. Но как-то в последнее время начали все перетанцовывать. То есть танцует один артист, шелкунчика-куклу. Затем, как он черпит поражение от короля мышей, превращается в принца, появляется настоящий принц. У нас танцуют разные артисты. КОНЕЦ У меня впервые вот так сделано, что танцует и девочку, и вот уже ее девушку, так сказать, во сне, девушку во сне. Вот у нее трудности, конечно, есть. Это был еще ребенок, а там как-то это подвзросление и души, и возраст, будем говорить так. Это того возраста, знаете, перекодного, когда с детства переходишь в юность. Она мечтает о какой-то прекрасной жизни, о прекрасной, так сказать, о прекрасном юноше принце. Конечно же, в знаменитой сцене битвы принца и мышинного короля балетмейстер дает волю своему фантазгармоническому воображению, но решает сцену только пластическими средствами. Григорович точно определил в своем спектакле поэтическую логику действия, подчинив ее одному бесхитростному внешнему мотиву – мотиву путешествия, проходящего через весь балет и определяющего его драматургию. После того, как Щелкунчик обретает образ прекрасного принца, они с Мари совершают путешествие по елке, которая начинает вдруг расти. Сцену роста елки сопровождает музыка поистине симфонического размаха. Вначале тревожная, призрачная, рисующая суету мшей и странные ночные видения. Она постепенно ширится, расцветает прекрасной, бесконечно развивающейся мелодией. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В творимом Дроссельмейрам волшебстве мир увеличивается, расширяется вокруг героини. Разлетаются стены комнаты, и действия переносятся на просторы зимней ночи, в снежную бурю, оставляя покинутый героями город на задниках сцены. Вальс снежинок получил у Юрия Григоровича совершенно новое прочтение. Впервые за всю историю постановок балета «Щелкунчик» балетмейстер сделал героев активными участниками вальса. Они приобрели здесь свою тему, свой голос. Вальс стал продолжением рассказа об их судьбах. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Путешествие по елке на волшебной ладье продолжается. Пройдя сквозь бурю снежной юности, герои оказываются в царстве лета, где в дивертисменте танцев кукол празднуется окончательная победа над зловещими признаками ночи, вышинным королем и его войском. КОНЕЦ 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 Кульминацией этого сказочного путешествия становятся адажо-венчания, сочетающие их в гармонии с миром и природой. КОНЕЦ 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 Шелкунчик Щелкунчик для артиста балета очень полезен, потому что здесь в техническом плане, в плане академизма здесь очень много требуют постановщики, репетиторы. И это только к лучшему. Она технически очень сложная, эта партия, очень. И она в первом акте полностью тоже все время танцует. И во втором отделении у нее очень сложно идут вариации. КОНЕЦ 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 Как во всех сказках, в нашей сказке также добро побеждает зло. Я думаю, что этот спектакль будет самым любимым не только для взрослых, но и для детей. Они будут просить родителей прийти на эти спектакли. КОНЕЦ КОНЕЦ Закончилась новогодняя волшебная ночь, но чудеса продолжаются. В начале 2015 года Театр «Астана-Опера» покажет свои спектакли в итальянском городе Генуе. А на сезон 2015-2016 годов намечен ряд новых премьерных спектаклей, о которых мы непременно расскажем в нашей программе «Легенды оперного». До новых встреч в эфире телеканала «Былинжение Моди». КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ